Дорога. Там канал глубокий, по ней бежит. По дороге тоже бежит. Это кадры последствия мощного ливня и града. Непогода разбушевала в селе Алца Кжидинского района. Осадков было настолько много, что могло показаться, словно посреди лета выпал снег. Стихия повредила дворовые постройки, заборы и дороги. Поселок оказался отрезан от внешнего мира. Утром привели комиссию по заключению ситуации. Отравили комиссию оценивать ущерб. Отравили технику, грейдер, погрузчик, самосвал. Натрали все. Сейчас работы ведутся. Оценивать ущерб, в первую очередь, комиссия в составе, и прокуратура. В общем, сотрудники нашей администрации. Человеческих жертв, к счастью, нет. Тем не менее, в Алцаке введен режим ЧАЭС. Также непогода зацепила и соседнее село Нижний Тарей. Шквалистый ветер повредил линию электропередач. От удара током погибла лошадь. К новостям на дорогах. Невнимательность или незнание правил дорожного движения стали причиной ДТП на улице Барсоева. По улице Баграда 48-летняя водитель автомобиля Митсубиши Паджеро, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущества и совершила столкновение с автомобилем Ниссан Атлас под управлением водителя 1962 года рождения. В результате ДТП водитель Паджеро осмотрена врачами. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Похожая авария произошла на проспекте 50-летия Октября. Тойота ВИЦ двигалась на зеленый сигнал светофора со стороны улиц Революции 1905 года в сторону площади. Автомобиль Ниссан Тина, двигающийся со стороны проспекта 50-летия Октября, проигнорировал красный сигнал светофора и совершил столкновение. Пострадавших нет. Руслан Хороших. Новости дня.